Вы смотрите новости Анапа-регион в студии Вера Грушко. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных его темах. Это спорт сильный и физический. Спорт сильным духом. Железная воля. В Анапе стартовали всероссийские соревнования по дзюдо. Здесь собрались действительно самые активные, неравнодушные жители Кубани. Инициаторы и помощники. Председатель ЗСК наградил анапских представителей ТОС. Мои ученики всегда поддерживают все наши начинания, всегда вдохновляются нашим примером. Призвание быть педагогом. Учитель русского языка и литературы гимназии Эврика стала победителем всероссийского. Почти 70 миллиардов рублей. Столько денег направят на реализацию нацпроектов в Краснодарском крае. Как подчеркнул глава региона Вениамин Кондратьев, сейчас это один из ключевых инструментов для улучшения качества жизни граждан. Накануне губернатор Кубани провел совещание проектного комитета, в котором в формате видеоселектора принял участие мэр Анапы Василий Швец. Ход реализации нацпроектов обсуждается каждый месяц, а с начала года их финансирование выросло на 7 миллиардов рублей. Больше построим, значит больше жителей края получат. Поэтому здесь никакие объяснения, почему мы не смогли, никто не примет и не услышит. Поверьте, не каждый регион может похвастаться тем, что у него плюсом с начала года 7 миллиардов средств появилось на реализацию нацпроектов. Поэтому здесь мы можем только благодарить президента. Мы тот регион, который можем показывать результат. В Анапе стартовали всероссийские соревнования по дзюдо. Мероприятие «Влог Витязь» посвящено столетию образования общества «Динамо». На торжественном открытии присутствовали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, начальник управления ФСБ России по региону Сергей Захарихин и мэр города-курорта Василий Швец. Кто же завоевал первые бронзовые, серебряные и золотые награды, узнала наша съемочная группа. В апреле 1923 года в Москве было создано первое пролетарское спортивное общество «Динамо». Это организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам органов правопорядка и безопасности. А на сегодняшний день «Динамо» – единственное общероссийское общественно-государственное спортообъединение, действующее во всех субъектах страны. И этой весной ему исполнился целый век. Столетний юбилей – значимое событие для последователей общества. Сегодня мероприятие, посвященное вековому юбилею общества «Динамо», состоялось в Анапе. В Лок-Витязь собрались лучшие дзюдоисты со всей страны. На торжественном открытии всероссийских соревнований их поприветствовали почетные гости. Желаю вам продемонстрировать свой уровень, то, что вы добились, технологически подготовиться и реализовать его на этом уровне. Получить более высокий разряд, стать кандидатом мастера спорта, мастера спорта. Но даже те, кто не добьется шага вперед, он сделал этот шаг потенциально. Потому что такой представительный турнир, после его окончания, конечно, вы прибавите уровень спортивного мастерства. Спортивную летопись Краснодарского края писали несколько поколений «Динамовцев». Среди них победители и призеры мировых и европейских соревнований в разных видах спорта, а также олимпийских игр. Это спорт сильных и физически. Спорт сильным духом. Это спорт тех, кто может, не делая ни на что, уважать соперника. Сегодня Динамовцев края, у нас тоже очень популярный спорт, у нас занимается 22 тысячи. И только молодые люди из-за того, что играют этим спортом. 39 человек, члены форума, записывающие форумы России. После приветственных слов Сергей Захарихин наградил представителей общества «Динамо» медалями за особый вклад в развитие спорта и динамовского движения. Ветеран «Динамо» – 100 лет обществу, а также нагрудным знаком за верность. Сегодня уже были определены первые лидеры состязаний. В категории 60 килограммов среди мужчин – бронза у дзюдоистов из Краснодарского края и Москвы. Серебро завоевал представитель Татарстана, а золото – Альберто Гузов из Московской области. Соревнования пройдут в течение трех дней. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Председатель ЗСК наградил анапских представителей ТОС. Торжественная церемония состоялась в рамках зонального совещания по итогам работы органов территориального общественного самоуправления Кубани. Участие в нем приняли вице-губернатор Александр Топалов, депутаты Законодательного собрания края и представители мэрии муниципальных образований. Ежегодно весной на Кубани проводят цикл зональных совещаний по итогам деятельности органов ТОС и обсуждают задачи на ближайшие 12 месяцев. Открытие первого мероприятия сегодня прошло в Темрюке на базе районного дома культуры. В начале для общественников провели учебный семинар под председательством руководителя комитета по вопросам местного самоуправления Андрея Дорошева. Главная тема – современный этап развития ТОС в Краснодарском крае. Активисты изучили приоритетные национальные и региональные проекты, а также подробно ознакомились с темой поддержки местных инициатив. После участники перешли к основному совещанию с участием вице-губернатора Кубани Александра Топалова и спикера краевого парламента Юрия Бурлачко. Я хотел бы поприветствовать здесь всех, от лица Ленина Ивановича Кондратьева, пожелать всем сегодня благотворной работы. Сказать еще раз спасибо, сказать, что здесь собрались действительно самые активные и равнодушные жители Кубани, это наши ТОСовцы. Сейчас в крае у нас самая большая, самая мощная система ТОС в стране. Сегодня в Краснодарском крае насчитываются более 6 тысяч органов ТОС. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в обращении к общественникам отметил программу инициативного бюджетирования, которая помогает вовлекать граждан в местное самоуправление. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в 2023 году ее финансирование увеличится и будет составлять 500 миллионов рублей, а в 2024 на реализацию практики направят около миллиарда. ТОСы Кубани являются реальной движущей силой и мы отслеживаем, как наилучшим образом помочь вам в вашей непростой, столь востребованной деятельности. И, к примеру, сегодняшний семинар, я уверен, полученная информация вам пригодится и в дальнейшем. ТОСы Анапского района занимают одну из лидирующих позиций в крае. На сегодняшний день в муниципалитете 169 активистов. Они занимаются решением социально-экономических проблем, патриотическим воспитанием молодежи, развивают спорт и культуру. А в связи с началом специальной военной операции активно собирают помощь нашим солдатам в зону СВО и всячески поддерживают семьи мобилизованных. Сегодня в Анапе созданы особые условия для руководителей органов территориального самоуправления. Самая высокая компенсация в Краснодарском крае сегодня в Анапском районе. И я уверен, что это нам поможет подобрать действительно людей, не только любящих свою территорию, не только людей, которые могли бы быть полезными, но и тех, кто сегодня готов прийти на эту работу и понимает, что то потраченное времени будет компенсировано соответствующим образом. Без ТОСа практически ничего невозможно. Я всегда говорю, что только командная работа, совместно с ТОСом, с депутатом, с главой района, округа, города, только совместная работа может показать результат. Поэтому ТОС – это наивознейший орган, который мы действительно должны усиливать, ему помогать всячески и принимать совместное участие в любых мероприятиях. После доклада спикеров началась торжественная часть награждения активистов-общественников. По итогам краевого конкурса лучшим представителем органов ТОС в Анапе стала Ирина Максимова из села Витязева. Занимаемся мы военно-патриотической деятельностью с детьми, проводим конкурсы, участвуем везде. Акция была у нас. Носочки солдатам вязали, носочки жители наши, женщины много связали, около 600 пар. Мы отправили военнослужащим в зону СВО. Проводим всегда субботники регулярно, сажаем деревья, планов много, работаем. Призерам конкурса вручили дипломы благодарности, памятные знаки ЗСК и главный приз – субсидии из краевого бюджета, которые можно направить на благоустройство территорий в границах ТОСа. Следующие зональные совещания пройдут еще в пяти муниципалитетах края. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа. Регион. И к другим темам. Анапчанка Анна Пришлякова, учитель русского языка и литературы гимназии Эврика, стала победителем всероссийского конкурса «Лучшие педагогические практики». Этот проект, как призналась Анапчанка, стал для нее очередным вызовом и проверкой собственных сил. Подробнее в нашем материале. Рада приветствовать вас сегодня в нашем классе на уроке русского языка. За плечами Анны Олеговны 10 лет педагогического стажа, дошкольного и общего образования. Сейчас она преподает русский язык и литературу детям с 5 по 11 класс в гимназии Эврика. Конкурсы для нее не в новинку. Анна Олеговна регулярно принимает в них участие, черпая вдохновение и новые силы, что помогает совершенствовать свои знания и профессионализм. Всероссийский конкурс педагогических практик стал для нее очередным вызовом себе и проверкой своих сил. Ведь что, как ни трудности, помогают нам развиваться и становиться еще лучше. Мои ученики всегда поддерживают все наши начинания, всегда вдохновляются нашим примером. Мы в Эврике говорим «успешный учитель, успешный ученик». И необходимо постоянно развиваться. Именно конкурсное движение позволяет находить те новые горизонты, которые у вас еще не открыты. И если оставаться всегда на одном месте, то, к сожалению, мы отстанем от наших детей. Поэтому мы, безусловно, должны постоянно работать над собой и постоянно развиваться. Участие учителя в профессиональном конкурсе, его личностный рост учителя, всегда положительно сказывается на имидже учебного заведения, на имидже самого педагога. И, конечно же, самое главное, что он, приехав с любого конкурса, с любого мероприятия, заряжается позитивной энергией, а эту энергию дарит своим детям. А также те новые знания, которые он почерпнул на конкурсе, он реализует уже у себя на уроке, на внеурочном занятии. Миссия конкурса «Лучшие педагогические практики» – это создание условий для профессионального развития и поддержки молодых педагогов России. Участие в нем приняли более полутысячи учителей со всей страны. 18 из них из Краснодарского края стали победителями и уже в июне примут участие в Вочной школе молодых педагогов в Москве, представят свои проекты в Совете Федерации. А лучшие педагогические практики будут опубликованы в сборнике. На конкурсе я представляла свою практику развития творческого мышления. Для меня это, безусловно, важно на уроке, потому что русский язык гораздо шире, а уж литература тем более, чем просто классное предметное изучение правил. Это работа с метафорическими картами, это работа с ментальными картами, это работа с видеоизображениями и анализ каких-то музыкальных произведений. Все в целом составляет широкий кругозор учащихся и позволяет развивать их личностные качества. По словам Анны Олеговны, человека, один раз вступившего в конкурсное движение, уже не остановить. Сейчас она участвует в премии для лучших учителей России. Буквально вчера педагог представила свою практику в Краснодаре. Наша съемочная группа поздравляет Анну Олеговну с победой и желает достичь вершин успеха в следующих профессиональных конкурсах. Вера Грушко, Михаил Григорьев, Анапа-регион Напомню, все выпуски новостей можно найти на сайте anaparegion.ru а также на наших страницах в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова